Против? Нет. Кто за то, чтобы отстранить телевизионную комиссию? Пожалуйста, проголосовать. Предыдущую. Предыдущую. И кто, и уже самый последний, кто за то, чтобы отстранить председателя Ивановича Николаевича от заниманиями? Кто? Пожалуйста, проголосовать. Против? Пожалуйста, не проголосовать. Я не знаю, кто там за люди, которые работают в этом исполкоме в Гагрузии, каким образом они там терлись в доверии Башканова и так, что, чего. Вот, на мой взгляд, единственный человек, с кем можно разговаривать в этом исполкоме, кроме Башканова, это и ее первый зам, господин Чапанов. Всех остальных я бы не держал бы там ни одного. Один из примеров, скажу вам следующее. Вот, Павел Анатольевич устанавливался на том, что, значит, есть сумма задолженности перед исполкомом Гагрузии, а этого самого ООО «Гигант Агра» в размере миллион шестьсот тысяч тысяч лет. Я еще в прошлом году, в прошлом году, летом, подходил из полков Гагрузии и говорил начальнику управления сельского хозяйства о том, что еще, так самое, говорю, у вас есть задолженность, есть суммы, которые вы можете получить, миллион шестьсот тысяч тысяч лет. Я имею возможность вам помочь эти деньги получить. Миллион шестьсот тысяч тысяч лет. Они отказались. Вы знаете, они не отказались. Они сказали, очень хорошо, мы изучим этот вопрос, и как вы думаете, до сих пор изучают, неужели миллион шестьсот тысяч лет, это не деньги, неужели миллион шестьсот тысяч тысяч лет, не нужно хотя бы в ваш район эти деньги дать. Я, например, считаю себя в принципе нормальным человеком. Если кто-нибудь подходит ко мне и говорит, Иван Алексеевич, вот есть тот человек или то предприятие, которое вам уже на протяжении пяти-шести лет не возвращает ваши деньги, и у меня есть возможность сделать так, чтобы он вам их вернул, да я этого человека принимаю как отца родного. Говорю, что нужно вам сделать, для того, чтобы вы это сделали? А если исполком Гагаузии вот так вот отказывается от денег, значит я думаю, что там они, конечно, не глупые люди, просто думаю, что у них там есть какой-то личный интерес. Каким образом это топливо поступило в Гигант Агресс, и на тот момент, в 2010 году все получали Гигант Агресс уже не росло. Работало предприятие на этих полях Гимландри. А каким образом это, и когда мы тоже, и наша фирма, и многие фирмы брали это топливо в Монжарной. И в каком разе, они обрали эти деньги? Так как эти деньги остались у нас в полка рестор. Сейчас, Аня, будет доступ у вас к этим документам, но это сейчас задача номер один, это серьезная задача, документы, что передали. Это не так просто. Я сейчас, уважаемый акционер, спасибо вам за доверие, которое вы оказали мне. И сейчас я не думаю, что нам придется легко, я уверен, что нам придется тяжело. Но вместе с вами, вместе с членами Совета, здесь есть, сидят достойные люди, которые знают, что в этом предприятии творилось, что творится. И вместе с вами, вместе с Корнилом Анатольевичем, вместе с другими людьми, которые являются депутатами как городского совета, так и депутатами народного собрания. Я думаю, вместе мы эту проблему решим. Слава Богу, мы в этом деле не одни. Слава Богу, что есть достойные, честные люди, которые готовы нам помочь. И мы это дело доведем до конца, и мы защитим ваши права и ваши интересы. И, соответственно, как положено по закону, все время будем отчитываться перед вами даже не один разгон. Это я вам обещаю. Мы надеемся на вашу помощь. Можно я еще побежу немножко? Кроме на прошлом собрании, Иван Валентин задал вопрос насчет пенсии. Очень многие выходят на пенсию гиганта. Вы сами знаете, какая сумма. 600, 700, 800, но не более. И на прошлом заседании у нас присутствовал Виктор Петрович Петрович, депутат Народного Собрания. В этот раз он не был. Он здесь тоже был. Я обоим задам. Депутат Парламента и Виктор Петрович. Да, он в этот раз не смог приехать, потому что у него умерла теща в Солданижском районе, и это очень далеко. Вчера только похороны он не смог. Он просил передать, что он вместе с нами. И что он по этому вопросу уже работает. Что обратился к Лейчу, депутату Народного Собрания. Что процесс у нас, вот я сказала, что Афанасий Иванович Боба и Савна первые подают. Юристы уже готовы работать с этими документами. Потому что он попросил, дайте нам лицевые счета. Никто нам пока эти лицевые счета не предоставит. Юристам нужны лицевые счета, что действительно мы работали, что мы действительно у нас удерживались все вот эти отчисления, но они, собственно, не попадали. Они удерживали людей. Да, поэтому поедете, Виктор Петрович будет, и я надеюсь, что этот процесс пойдет дальше, и люди действительно будут вернуть свои года. Потому что 8 лет стажа у людей вычеркнуто, что они даже как будто бы и не работали. Я вижу в этой процедуре еще и уголовный состав уголовного. Как положено, положено там и социальные поддержки, там всех. Это касается не только там, вот эти пенсии нет, которые не дополучили. Это уже, кто знает, перед тем, как эти диктаты там баллотироваться, ну не знаю, вы знали или не знали. Но это вот с 2000 года все знали. И органы знали, и глава администрации, все знали. Но все молчком. Теперь мы видим народ инанмия. Народ, как же, бекли, ким сайда, як-сэн. Вот он, наверное, давит и задумает, что ты, дергаешь, не лей пенсия, не лей пенсия, не лей пенсия. А мы кем-эк, не кем-эк, а мы кем-эк, сусыла. А мироныч, пускай подадут мне, мироныч. Вот здесь и бень, вы хоть, тебе 50-50 пенсий. Так я звонаю, а вас же, если 3 месяца не платишь, 300 лень, понимаешь, 300 лень, то 50-50 заплатили. Так надо говорить, пускай люди подадут. А люди наши вот такие. Вот сегодня что-то. Я думаю, что если подумать, этот вопрос, очень, это тысячами людей касается. Безумент, я бы, на всю жизнь, да, актуристы, да, скотники, шо все, хозлаководы. А вы имбирьки, шибирь, он что будет. Две штаты, и мы вот, безаленды, колесей, нет проблем. Но ведь это ад, если не дай бог, безимич, бездельберсик, качать этих задних. Не дать аварийные, кривизионные комиссии, потому что не махтут. Показываю, все, до конца надо довести, помочь вам, вы нам, и корнял здесь, и депутаты наши, которые мы избирали в городе, и в Крове тоже. Но вы должны работать все. Но мы должны, если мы что-то будем делать, их тоже подтянем. Но мы должны делать. Давайте я не только раскрою, смотрите, я немножко раскрою скобки, значит, все успело вериться, потому что эта история тянется на протяжении уже тысячи лет. Были времена, когда в этой истории были заинтересованы очень серьезные люди и очень большие начальники. Я говорил на эту тему, немножко раскрою скобки, и с Владимиром Николаевичем Ворониновым. Я ему сказал, слушай Владимир Владимирович, в твои времена эта вся история начиналась. Ну, какие у тебя видения? Давай, помоги мне распутать, если у тебя есть 5-й факт. Ну, да, посмотрим, подумаем. Я так понимаю, что все эти действия, которые мы сегодня обсуждали, были прикрытием властей. Когда они начинались? Наш большой плюс в том, что сегодня в этом городе с вами сидит депутат Пармалька, который представляет правящую власть, у которой нет интереса взять кусок гиганта. Это я вам гарантирую и обещаю. Значит, все полномочия, которые сегодня есть у меня, и все давление, которое в рамках закона я смогу оказать на те или иные структуры, которые должны принимать те или иные решения, мы это сделаем. Власть была тогда другая, сегодня власть с вами в этом зале, поэтому я еще раз говорю, есть все шансы распутать этот трудный кубочек. Мы будем этим заниматься. Доведем до конца, и я знаю, это не Господь Бог. Но если сидеть дома и ничего не делать, тогда я вас уверяю, я вас точно не доведу. А еще власть ничего не делаю. Правда ли? Там власть тоже, вот вы хотите, вот вы говорите, что там у вас на дворе есть еще кое-кто, и вы не дергатся. Я буду дергаться, я уже дергаться. И набергался на свою голову. Я дергался на своих головах. Вам это очень важно. Не дай бог кто хочет запись. Дело только петля на этой агрессе, естественно, мы будем даже пойти в угроз. Просто собрали. Это надо... Обраться перед словами. В случае, если кому-то что-то будет умызать, уже в парадокмире звонит, скажи, что угадать, кто там. Значит, смотри, как мы сейчас оставимся, всем членам совета я оставлю свой номер, в мои обязанности входит реакция на жалобы, это мои прямые обязанности. Если будут какие-то сложности или трудности, вы сигналируете мне, я обязан реагировать на эти вещи и поповещать и прокуроров, и генералов, и милиционеров, и все, кто в этом городе есть. Меня лично не пугает это абсолютно. Я уже получил много сигналов, но я сегодня не вижу для себя больших проблем, больших угроз, потому что правда сегодня с нами, и я думаю, что мы в этом настроим. Дорогие мои, хочу вам сказать следующее, что я много думал о том, что браться за этот груз или нет. Ситуация у вас здесь очень тяжелая и очень запущенная. коррумпированность сложно. Но скажу вам следующее. Вам, вашему населенному группу, как никому повезло в том плане, что у вас есть такой представитель, как Корнил Анатольевич, я по долгу своей работы со многими депутатами встречался, со многими, и разговаривал, по многим делал. Скажу вам следующее. Среди них есть достойные люди, но их очень мало. Но таких, как Корнил Анатольевич, который боится делать работу и защищать своих избирателей, очень мало. И если бы не он, я бы за это просто не взялся, потому что без тех возможностей, которые есть у вашего представителя в парламенте Республики Молдова, мы просто не